Добрый день, уважаемые подписчики сайта Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами будем ухаживать за земляничными грядками. Земляника уже вовсю цветет, уже формируется первая зависть. И именно в этот момент важно подготовить наши грядки к плодоношению и помочь нашим растениям реализовать свой потенциал на все 100%. Как можно это сделать? Во-первых, мы должны учитывать физиологию растения. Во время цветения и завязывания ягод расход пластических веществ максимальный, ведь ей нужно соцвести, ей нужно вырасти, ей нужно налить свои ягоды как можно полнее, чтобы они имели большой размер, имели отличный вкус и хорошую окраску, и при этом сохранили свои потребительские качества, а именно здоровье. И сегодня мы будем предпринимать все меры, чтобы наш урожай земляники был высочайшего качества. Итак, перед нами грядочка земляники садовой, или клубники, как мы ее привыкли называть. Она уже вовсю цветет, и многие первые цветки, мы можем видеть, они уже отцвели и уже начинает формироваться зависть. Именно сейчас, в этот момент, важно дать ей полную микроэлементную подкормку, и микро- и макроэлементную, ведь на сформирование урожая растению нужны питательные вещества. Чем мы подкармливаем наши клубничные грядки? Во-первых, это должен быть комплекс традиционных макроэлементов – азот, фосфор, кальм. Их можно наносить как в виде сухих удобрений, рассыпая их по междурядьям, так и в виде жидких подкормок, в том числе вне корневых. Поскольку ягоды еще не сформировались, не созрели, никакой опасности для них вне корневое внесение не представляет. И на качестве не сказывается, только в лучшую сторону, в дальнейшую. Можно использовать такие препараты, основанные на гуминовых кислотах, на вытяжках из торфа, как оксигумат, как оксидат торфа. Но тогда следует смотреть, чтобы в их состав входили и микроэлементы. Микроэлементы для растений – это как витамины для нас, людей. Они помогают чувствовать себя лучше, они участвуют в важных биохимических процессах, без которых они полностью свои возможности реализовать не могут. Поэтому выбор у вас большой. И главное, что вы должны помнить – подкормка нужна своевременно. Важна ложка к обеду. Итак, с чего мы начинаем? Перед тем, как подкормить наши растения, мы должны удалить все сорняки. Дело в том, что если упустить этот момент и удалять сорняки уже позже, во-первых, они разовьются еще сильнее раз, во-вторых, вы будете мешать растению развиваться, вы повредите ягоды, повредите кусты. Это риск загрязнения. Поэтому перед тем, как начать подкормку, мы внимательно осматриваем наши грядки и удаляем всю ненужную сорную растительность. Также можем удалить, видите, здесь лишний ус появился. Он не сможет здесь нормально развиваться, он не сможет нормально затвесть, но в то же время он будет конкурировать с остальными кустами запитания. Поэтому мы их удаляем. Удаляем максимально чисто. Казалось бы, вот мятник, но его здесь быть не должно. Второй важный момент – это удаление больных листьев. На больных листьях находятся споры разных болезнетворных грибков, особенно на старых больных листьях. Вы можете видеть здесь пятнышки красной или бурой пятнистости. Если мы это оставим на грядке, оно в влажную погоду будет рассеивать споры и вызовет образование пятнышек на новых молодых листиках. А все это приведет к тому, в конце концов, что растение не сможет нормально себя обеспечивать питанием, потому что теряется фотосинтетическая поверхность. Поэтому убираем от растений все больные листики. Не нужно их вырывать так силой. Вы можете повредить рожки, надорвать корни и ослабить растения. Мы их либо сощипываем, либо аккуратно срезаем секатором. Вот, смотрите, берем аккуратно, Убираем. Поднимаем листья, которые лежат на земле. Видите, даже загрязнились здесь, прошел дождь. Убираем все, все растительные остатки, отмершие, отмирающие, пораженные болезнями, либо лежащие прямо на земле. Удаляем все ненужные усы, которые бросило растение. Итак, мы подготовили грядку. Убрали сорняки, убрали ненужные розетки, вырезали брошенные новые усики, порыхлили хорошо почву. И сейчас мы будем подкармливать. Для подкормки нашей клубники я выбрала удобрения с полным комплексом макро- и микроэлементов, необходимых для нормального развития растений. Расход здесь 5 мл на 1 литр воды. На нашу леечку объемом 5 литров понадобится 2,5 колпачка раствора. Раз, два и пол колпачка. Три. Повторюсь, вы можете использовать любое удобрение, которое содержит азот, фосфор, калий и микроэлементы. Потому что именно во время цветения растениям надо полноценное питание. вносим на почву. Старательно промачиваем. У нас недавно прошел дождь, поэтому почва очень влажная, насыщенная, и растения дефицита влаги не испытывают. Но если стояла погода засушливая, и почва пересохла, перед подкормкой хорошенько ее пролейте. Она должна насытиться водой. Ведь влага – это очень необходимый момент для нормального налива нашего урожая. Итак, мы подготовили клубничную грядку к следующему этапу. Это внесение мульчи. Для чего вообще нужна мульча? Все мы знаем, что земляника, созревая под своим весом, ложится на землю. Даже само название «земляника» состоит из слов «земля и никнет». То есть она стремится лечь на землю под своим весом, и как следствие она пачкается. Она загрязняется почвой, на ней охотно поселяются разные болезни. Плюс приходят вредители, те же самые слизни, жуки, медведки. Как можно бороться с этим? Ну, всегда боролись путем мульчирования. Для мульчирования можно использовать самые разные материалы. Самым распространенным и самым известным является солома. Если мы вспомним название земляники на английском, «стровбери», оно переводится как «соломенная ягода», потому что англичане всегда выращивали клубнику на соломе. Кроме того, можно использовать для мульчирования агротекстиль, плотный спанбонд. Кто-то использует пленку, но здесь следует иметь в виду следующие моменты. Дело в том, что при использовании в качестве мульчирующего, укрывающего материала спанбонда, грядки должны быть идеальными, выровненными. Дело в том, что если грядка имеет неровную поверхность, то в ложбинках будет застаиваться влага, там будет скапливаться мусор, пыль, грязь, и мы опять получим то же самое – грязную выпачканную ягоду с болезнями. С пленкой есть свой момент. Черная мульчирующая пленка, к сожалению, очень сильно нагревается на солнце. В результате в зоне обитания корней температура устанавливается очень высокая, неблагоприятная для нормального развития. А учитывая тот факт, что у нас каждый год все теплее и теплее, у нас температура плюс 25, плюс 30, это уже стало нормой летом, то рисковать здоровьем корней не стоит. Поэтому черную мульчирующую пленку мы исключаем из возможностей мульчирования. Дальше. Для мульчирования можно использовать и опилки. Но здесь есть один отрицательный момент. Опилки могут закислять почву. А для клубники и других садовых, плодовых, ягодных растений это нежелательно. Практически все они являются любителями слабокислых, нейтральных, а то и щелочных почв. Ну, за исключением голубики высокорослой. Поэтому из всех материалов доступных оптимальным будет солома либо агротекстиль, который хорошо аэрируется, пропускает влагу и воздух и не позволяет сильно перегреваться почве и корням. Итак, как же мы вносим мульчу? Следует помнить, что мульча выполняет свою функцию на 100% только в том случае, если она нанесена на грядки толстым слоем, сантиметров 10. Только тогда формируется особый микроклимат в почве, где корни чувствуют себя вольготно, почва не пересыхает, не перегревается. Такой толстый слой мульчи препятствует прорастанию практически всех сорняков, чьи семена либо корешки могли остаться в земле. И, наконец, такая мульча не загрязняет ягоды. Я могу сказать по личному опыту, что, используя мульчу в солому, я сократила распространение серой нели на клубнике в несколько раз. Если раньше мы выбрасывали чуть ли не большую часть урожая, то после мульчирования грядок соломой количество больных ягод свелось до нескольких штучек. И то это были перезревшие ягоды, которые залежались на грядке. Итак, вносим мульчу на наши грядки. Аккуратненько укладываем соломку между кустиками. Не только в междуряде, но и в ряду между кустами. Дело в том, что здесь тоже важно укрыть почву. Получается, наш куст будет сидеть как будто вот такой вот соломенной перинки. Повторюсь, слой мульчи должен быть достаточно толстым. Только тогда она выполнит свою задачу на все 100%. Особенно хорошо мульчировать соломой те грядки, которые высажены на тяжелой почве. Со временем солома, попадая в почву, делает такие почвы более легкими, более аэрируемыми, то есть воздухопроницаемыми. Постепенно увеличивается даже плодородие таких почв. Ну и плюс здоровье и качество ваших ягод, вашего урожая. Итак, подготовка нашей клубничной грядки к плодоношению закончена. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал Процветок. С вами была Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер-фитопатолог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова